Счастье это короткий миг между депрессиями, как у некоторых бойцов победы, лишь короткая радость между тренировками и поражениями. Но это все не про нашего сегодняшнего монстра, настоящую машину для убийства Джеймса Томпсона по прозвищу Колосс. Приветствую вас бицухи дельфинов, с вами Федорович, а в этом видео мы вспомним про одного из титанов старой школы ММА, который никогда не был чемпионом, но при этом имел очень много фанатов. А все благодаря своей психованной манере ведения боя. Если нашему человеку разрешить делать что угодно, он не будет делать ничего. Но наш герой был не таким. Джеймс родился 16 декабря 1978 года в Англии. Пацан рос без отца с матерью, но с детства выделялся своими габаритами и страстью к спорту. В школе он играл в регби и бейсбол, при этом увлекаясь культуризмом, а затем занялся борьбой, по которой даже выступал на соревнованиях, где встречался с Доном Фраем, по примеру которого впоследствии начал заниматься ММА. Кстати, однажды Том Стан встретился со своим кумиром и отправил Фрая в нокаут. Но не будем бежать впереди улитки и пойдем по порядку. Вымахав до двухметрового роста и поднабрав 120 км мышечной массы, Джеймс успел поработать вышибалой и выбивальщиком долгов. После чего понял, что его мощь можно применять на официальных турнирах по боям без правил. Занимательным фактом является тот момент, что Томпсон изучал ударную технику в основном бокс по DVD дискам. От этого, наверное, он и поражал фанатов, когда выходил в клетку. Кто бы что не говорил про Колосса, но этот годзиллоподобный отморозок успел подраться в лучших турнирах мира, среди которых Прайд, Беллатор, Дрим, Кейдж Рейдж и многие другие. Глупость Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум. Но иногда именно он возносит человека к небесам. Джеймс не думал о том, что он никудышний боец без любительского бэкграунда. Он верил, что его масса, психованный характер и бешеная манера ведения боя принесут ему успех. И знаете, принесла. Начав свой профессиональный путь в 25 лет, а именно в 2003 году, Колосс в первом же поединке одолел удушающим в первом же раунде Уилла Эруорти, но на этом не остановился. Последующие 4 боя он также выиграл досрочно, набив себе рекорд в 5 побед без поражений. Каждая змея встречает своего Рики Тикитавии, а Томпсон встретился в 6-м бою с Тенгизом Тедорадзе, который просто его уничтожил, превратив лицо в маску для Хэллоуина. Но это не сломало дух вожака Горилл. Ведь, как говорится, глупость города берет, так как незнающий страха бесстрашен. Отчего Джеймс в следующем же бою, 12 сентября 2004 года, принял вызов от легендарного Дэна Северна. Первый, кто начал радоваться пятнице, был Робинзон Крузо, а первый, кто порадовался нашему бою, были зрители. Ведь, на удивление всем, Томпсон включил режим Бешеного Бизона и бросался на опытного Северна, как гопник на первоклашку. Отчего заставлял великого бойца постоянно падать на канвас и, лежа на спине, приглашать к себе на свиданку. Но Джеймс оказался не таким. Он не желал валяться в партере, а хотел рубки. Несмотря на то, что руками бил, мягко скажем, не технично, но духу ему было не занимать. Колос постоянно пёр на Дэна, как танк на деревянный забор, заставляя того рубиться в стойке, хоть Северна этого и не особо хотел. Поэтому частенько клинчевал. Наглость — это когда устанавливаешь пиратский Windows, а потом пишешь жалобы на Microsoft. А наглости Томпсону было не занимать. Мужик вообще ни во что не ставил авторитет Северна и с первых секунд второго раунда продолжил свою тактику «Беги и бей, а там как пойдет». Самое интересное, что регулярные плюшки в виде правого бокового от Дэна нашего колосса вообще не смущали. Ведь у него как не было защиты, так она и не появилась. Но это всё не уменьшало его желание лезть в рубку. Как говорится, можно, конечно, противника взять умом. Да вот только где его взять. Вот наш Годзилла Мэн особо этим вопросом не заморачивался. Поэтому третий раунд продолжил в своей любимой манере. Пёр на Дэна и выбрасывал удары руками, даже не обращая внимания на то, что его регулярно щекочат по лицу. Женщины считают, что сейчас такие принцы, что лучше за коня замуж выходить. Может оно и так, но коней тоже как-то жалко. А вот наши тигры друг друга не жалели, что, правда, начав четвертый раунд также бодрячком, по инициативе Дэна оказались в партере, где и поборолись с переменным успехом Дагонга. Чаще всего мы боимся совсем не того. Ведь на самом деле приход конца света менее страшен, чем потеря конца скотча. Вот и в нашем бою мужики больше боялись показать скучный бой, чем пропустить удар, потому-то бой получился на славу. Даже пятый раунд, в котором оба дракона дышали, как прокуренная тетя Соня, оказался очень зрелищным и полным экшена. Мало того, что мужики рубились в стойке, где Томпсону удалось пару раз четко пробить, так потом еще и в партере Джеймс чуть не забил Северна, но тот продержался до гонка. По итогу яркая победа Колоса единогласным решением судей. Хорошо, когда ума палата, но если палата для сумасшедших, тогда не очень. Вот и Томпсон в своем следующем бою против Александра Емельяненко что-то погорячился. Для Александра это был шестой бой, из которых у него было лишь одно поражение от Крокопа, так что мужики по опыту были на равных. Но в этот раз что-то как-то Томпсон не рассчитал. Так бывает. Например, когда любовь уходит, а жена остается. А у Джеймса, видать, злость и бешенство пришло, а мастерство еще опаздывало. Его бешеное состояние перед боем и смертельный взгляд Супермена, готового прожечь противника насквозь, на первой же секунде боя вылилось в сумасшедший забег пьяного быка, повидавшего рыжую корову. Вот только техника удара в руками у Емельяненко была гораздо лучше, чем у всех его предыдущих противников, включая самого Томпсона, что и привело к такому печальному для него и радостному для зрителей результату. Селфи – это когда ты настолько стеснительный, что не можешь кого-то попросить тебя сфоткать. А вот стеснительным в ринге делать нечего, и наш колосс был точно не из таких. Поэтому с бешеными глазами и огромным задором он смотрел на своего соперника Генри Армстронга, который являлся борцухой и был отлично сложен. С первых секунд, как и в поединке против Емельяненко, с которого, видать, Томпсон выводы не сделал, он бросился на Генри, который на удивление поступил точно так же. Правда, в отличие от Колосса, который решил по привычке рубиться в стойке, хитрый борец пошел в ноги, чтобы перевести бой в привычную для себя плоскость. Многие готовы скорее умереть, чем подумать. Кстати, часто так и случается. Как и с нашим Армстронгом, который постоянно лез в ноги, пока не получил от Томпсона апперкот, который отправил его в параллельную реальность, осознать свои ошибки. Если вам понравилось это видео, пишите в комменты, и я сделаю продолжение обзора карьеры великого культуриста Рубаки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Редактор субтитров А.Семкин